Бусы, кулоны, зеркало и даже приспособления для чистки ушей. Больше сотни артефактов археологи обнаружили в городище племени Аланов. Исследователи рассказывают, тысячелетние амулеты древние люди использовали и для красоты, и для защиты. Эти бубенчики и этот звук должны были отгонять злых духов от обладателя этого элементного костюма. Они были не такими темными, зелеными, с патиной, они были блестящими, золотистого цвета. Древний человек, в общем-то, жил в системе запретов, в системе табу. То нельзя, к этому духу надо обратиться. На пастбище поселки Мохноч нередко находят следы прошлого. Много веков здесь были поселения разных племен. На очередной тайник с семейными сокровищами археологи наткнулись на глубине чуть больше метра, а ланы прятали вещи в амбаре в одной из зерновых ям. Но этот раскоп не такой удачный, как тот, к которому мы сейчас приближаемся. Семейные сокровища Аланов нашли на этом месте. Клад пролежал под землей больше тысячи лет и только слегка потемнел. Археологи говорят, сегодня оценить находку невозможно, но по тем временам вещи стоили целое состояние. Среди самых необычных находок – клочок конской гривы в бронзовой оболочке. Только благодаря ей, говорят ученые, артефакт и сохранился. О ценности волоса животного и вовсе говорить не приходится. Современному человеку не понять, зачем его хранили предки. Как, скажем, оценить строку Пушкина или две строки Пушкина? Находя клады, мы постигаем, что было ценным для хозяина. Исследователи говорят, возможно, этот клад служил приданным семьи. Вещи могли храниться и на чёрный день. Теперь магические для древнего человека предметы займут своё место на полках музея при университете сковороды. Мария Жайкова, Александр Романовский, Медиагруппа «Объектив».